Всем огромный привет! С вами снова Виолетта Маурер или просто Ви. И сегодня на канале я затрону с вами тему планирования. Тема, которая актуальна в принципе всегда, но конкретно в осенний сезон, когда люди идут на учёбу, кто-то идёт в школу, кто-то идёт в университет, кто-то идёт на работу. В любом случае, каждому человеку, каким бы он занятым не был и каким бы он лентяем не был, всё равно нужен какой-то хотя бы приблизительный план на день. Сегодня я поделюсь с вами лайфхаком, который я открыла для себя. У меня произошёл вот такой вот резкий щелчок, когда я это узнала, когда я начала это поменять, и я подумала, почему я этого не делала раньше? В общем, если вы хотите узнать, о чём я буду сегодня говорить, то обязательно оставайтесь со мной. Если вы ещё не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и ставьте палец вверх. Ну а мы поехали! Да? Поехали! Начну я издалека. Все, кто давно меня смотрит и знает, не раз слышали от меня, что никогда мне обычного ежедневника, ручки или блокноты не заменят какие-то сухие приложения, потому что там нет души, там нет момента с творчества, там всё как-то чётко и неинтересно. Но, как вы знаете, да, мы все люди, и нам свойственно менять своё мнение. Вы можете посмотреть плейлист с моими ежедневниками, когда я могла час оформлять один лист. Да, это было круто, да, это творчество, и да, в принципе, я это люблю. Но когда речь идёт о каких-то планированиях встреч, о графике, когда у тебя практически каждый, каждый час расписан, нет времени на то, чтобы разрисовывать блокнот, да, и постоянно его носить с собой, потому что он тяжёлый. На протяжении долгого времени я планировала всё в своём дневнике успеха. Как только я начала пользоваться первой версией, моя жизнь просто изменилась. Я не хочу, почему вам рассказать про этот дневник, потому что в скором времени, надеюсь, выйдет наш дневник IQ+, где будет он в 100 раз круче, и поэтому я не хочу вам рекомендовать дневник успеха вот этот, потому что я знаю, что тот, что выпустим мы, он будет на основе всех блокнотов, которыми я пользовалась, всё самое лучшее из них собрано, и будет бомба-бушка. Но в целом я вам скажу, до определённого момента мне было удобно. Почему-то мне было всё равно на своё плечо. В принципе, сейчас я тоже ношу с собой еду, там много-много разных вещей, чтобы у меня было комфортно на встречах, но я стараюсь минимизировать количество вещей в своей сумке, потому что моё плечо не выдерживает. И хоть я езжу на такси, я понимаю, что хочется лёгкости, простоты. И, как вы знаете, слово просто от слова рост. Если чем проще, тем лучше, тем выше у вас рост. И когда я носила с собой дневник успеха, многие люди удивлялись и говорили, «Веря, ты как ты эту книжку с собой скажешь?» Я говорю, «Я не могу без неё». Но когда я начала более усиленно заниматься в НЛе, развиваться, я поняла, что у меня столько встреч, и если я постоянно буду вот так вот себе записывать в блокнот, ну, это неудобно. Я просто взяла и сдалась. Я написала, «Ребята, просто скажите мне какое-нибудь приложение по планированию». Мне скинули много вариантов. Я честно скажу, я такой человек, что пока я не найду идеальный, который мне будет нравиться, я не остановлюсь. Я могу прям до 4 утра смотреть, тестировать приложение. То есть для меня это мега важно, потому что, да, я там, может быть, не посплю одну ночь или две ночи, чтобы найти это приложение, но зато потом это приложение сэкономит мне и деньги, и время, и нервы. Поэтому это всё окупается. Моё желание планировать через телефон началось через заметки. Я писала туда какие-то планы свои, отмечала их кругляшочком, и те, которые выполняла, нажимала. Но всё-таки это было не очень удобно, потому что я могла забыть что-то в какой-то момент, заметку я могла не открыть, мне нужно было какое-то напоминание. Самое адекватное из тех приложений, которые я увидела в App Store, это было приложение WigPlan, потому что он выглядит как дневник. Когда я это увидела, я такая, «О, да», потому что я постоянно в голове своей, кстати, напишите в комментариях, если у вас так же, что когда вы представляете свою неделю, вы представляете её в форме дневника. И здесь, в принципе, это выглядит подобным образом. Но момент в том, что очень мелко, нет напоминаний. Я даже, честно, не хочу туда заходить. Я просто хочу уже приступить к тому, что мне понравилось. Вот забудьте всё, что вам предлагали. Почему? Потому что просто от слова «рост» используйте приложение айфона. Я всегда искала какие-то сторонние приложения, но на самом деле айфон — это самый идеальный и самый умный и самый простой в использовании телефона. Так значит, приложения, которые у него внутри, они, наверное, такие же элементарные и крутые. Почему я этого раньше не понимала? Благодарю того человека, кто написал мне в Инстаграме про обычный календарь на айфоне. Вам сейчас может просто показаться, «Да ладно, Виолетта, я то есть ради этого видео включила?» Я вам отвечаю. Просто попробуйте. Чем лично мне понравилось это приложение? Стандартное. То, что вы заходите, вы видите весь ваш месяц. То есть для меня важно видеть всё издалека сначала, потому что когда мне говорит человек, «А у тебя есть свободное время 29-го числа?» А, допустим, у меня открыто только 26-е. Вот просто одно. И я не понимаю, что там у меня. Здесь я вижу с самого далека удобно планировать конкретно встречи. Возьмём 26-е число, да? И вот здесь сверху пимпочка такая, прямоугольник, и две палочки внизу. Я на неё нажимаю, и у меня сразу снизу высвечиваются те вещи, которые я запланировала на каждый день. К примеру, я запланировала, написала 16-30. Здесь сразу, ну, допустим, да, я пишу «Кофейня», «Открытие». Дальше здесь я выбираю адрес. И если этот адрес, он опознаётся Google, а он обычно опознаётся Google карта, они просто иногда не опознаются. Вот, к примеру, «NL International». Я нажимаю. Фишка в том, что это приложение напоминает вам, к примеру, за... Если там пробки, да, то оно отслеживает это и говорит вам, «Виолетта». Через 2 часа, когда вы хотите поехать на это место, будут пробки, поэтому лучше вам выехать раньше. И я такая сижу такая... Почему я этим раньше не пользовалась? Идём дальше. Можно сделать напоминание на весь день, но можно сделать его на определённое какое-то время. Да, то, что, к примеру, в 6-4.30 у меня встреча. Приблизительно время конца — 5.30. Повтор. Можно повтор сделать, чтобы, к примеру, если эта встреча у вас будет идти каждую неделю, то вы, к примеру, пишите каждую неделю или каждые две недели, каждый месяц. Это удобно, если у вас есть, к примеру, танцы. Вот, сейчас покажу вам. Вот, у меня каждый вторник и читают танцы. Я забила то, что в 7 они начинаются, да, и повторяются у меня повтор каждые... Ну, я настроила, да, каждые 7 дней у меня получается. Если вам нужно, чтобы вы ещё выделили время на путь до этого мероприятия, вы можете написать, допустим, мне дотуда ехать 30 минут, и календарь автоматически заблокирует время, чтобы вы не могли за 30 минут до этого мероприятия что-то себе планировать. Календари. Нажимаете на календарь, и здесь можно выбрать определённые разделы, которые вы чаще всего используете. К примеру, у меня есть часто именно встреча по Inel, звонок, и каждая отмечена своим цветом. Реклама, Инстаграм. К примеру, Аня Калининград. Это у меня была встреча, поэтому она отмечена красным, да, но можно выбрать, что это звонок или встреча. Дальше. Участники. Если у человека айфон, и это прям очень круто, вы можете добавить этого участника, чтобы ему, а он уже, это упоминание, ему перешло самому автоматически по интернету на его календарь. Ладно. Дальше идём. Напоминание. Второе напоминание. Заметка. Какая-то, может быть, важная мысль, да, вам нужно записывать, зафиксировать, а чтобы не забыть. Готово. Идеально. И вы видите издалека все ваши встречи. К примеру, кто-то перенёс её. Вы сразу берёте, подходите и меняете. Это первый лайфхак, который я хотела вам рассказать. Надеюсь, что он был очень и очень полезный, потому что мне он, ну, честно скажу, вот эту неделю очень хорошо разгрузил мозг, потому что возможность носить блокнот и ручку с собой всё-таки записывать не всегда удобно. Дальше я пошла ещё глубже и подумала, а почему я не использую обычные напоминания из айфона? То есть вы можете сделать несколько разных вкладок, которые вам важны. Например, там, Инстаграм, семья, будущее, Ютуб, напоминания. Это может также, как это сказать, синхронизироваться с календарём, и все ваши события, которые важны, они будут тоже в календарь пересылаться. Плюс, что я открыла для себя вчера. Почему я этим не пользовалась? Я взяла и весь календарь синхронизировала с ноутбуком. И представляете, когда вы сидите на ноутбуке, насколько ещё круче планировать. Также это удобно при работе с проектами и с несколькими людьми, которым также важно получать информацию о изменении встречи. Всё это будет сразу отображаться на календаре и в уведомлении. Ну и если отойти от планирования, также я открыла для себя клёвый лайфхак. Это то, что, оказывается, вам не нужно скачивать сторонние приложения, чтобы хранить свои пароли на телефоне. Мы заходим в настройки на телефоне, заходим в учётные записи пароли, и здесь есть вкладка пароли программ и сайтов. Она заблокирована вашим пальцем. И это идеально. Вам не нужно скачивать какие-то приложения, в которых там реклама платная. Оказывается, всё это можно делать на вашем телефоне. По-моему, это всё круто. В принципе, это основные лайфхаки, которыми я хотела с вами поделиться. Но если вы только приступаете к какому-то мелкому планированию, и вы ещё так глубоко не ушли в него, то я рекомендую вам, это, наверное, будет самый лучший совет. Вам нужно на каждый день 3 самых приоритетных дела. Что значит приоритетных делах? Приоритетных делах, которые приносят вам, скорее всего, либо доход, либо дело, которое реально, вот если вы его сделаете, вы будете довольны с собой. И всегда хотите сделать максимально за один день. Уверяю вас, если вы напишите себе большой план на завтра и что-то не сделаете, то у вас будет внутреннее чувство, типа, блин, я такой плохой, будет внутреннее неудовлетворение. Поэтому всегда говорите для своего мозга, что вот эти дела, которые внизу, типа, можете их смайликом отмечать, я их сделаю только в том случае, если я сделала приоритетные дела. А вот этих дел, которые внизу, да, вот вашего списка будет, моё самочувствие, да, моё какое-то внутреннее удовлетворение не изменится. Как часто мы путаем, да, и начинаем с каких-то лёгких вещей, и в итоге мы в них погрязаем, наступает уже вечер, ночь, и вы такие, блин, да я-то со мной уже даже не сделала. Поэтому, чтобы такого не было, первое, что вы должны себе написать, это 3, ну, 3, 3 приоритетных цели на день. Это такая основа. Я сегодня не особо говорила про какое-то планирование, просто хотелось вам поделиться лайфхаком, который открыла буквально пару дней назад, и вы меня просили об этом рассказать. Поэтому, если вам было интересно, обязательно пишите об этом. И, если вы знаете, какие-то лайфхаки в планировании, какие-то приложения, которые... Я всё-таки ещё в поиске приложения именно по планированию записи идей, записи каких-то мыслей. Простые заметки меня уже иногда не удовлетворяют. Мне хочется там больше творчества, какой-то больше структурированности. Поэтому буду рада прочитать, и каждое сообщение обязательно отмечу лайком. Вот. Всех люблю, всех целую. С вами была Виолетта Маурер, или просто Ви, и до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!